Уважаемые друзья мои, все кого я знаю, кто меня знает, жизнь заставляет сегодня общаться с вами через сети, так как коронавирус гуляет по всей Камчатке, и он не забыл зайти ко мне. Так что, что побудило меня записать это видеообращение? Ну, во-первых, очень много журналистов обратилось ко мне и знакомых с расспросами, на самом деле болеет Андрей Андрей Шергальдин, председатель Думы Ельцкого района, или не болеет, коронавирусом ходят разные слухи, что лежит в больнице, что тяжелый и все остальное. Ну и поэтому я не стал давать интервью, потому что все равно может быть какое-то искажение, и подумал, что лучше с моих первых уст люди, особенно мои близкие друзья, ну и так как я все-таки руководитель, и может быть достучусь до всех остальных людей, которые сегодня ходят без масок, не соблюдают ничего, и думают, что это специально придумали болезнь, и что ничего страшного, это коронавирус, это 5G, может до них что-то достучусь, которые меня знают. Потому что многие вот с разговорами, когда разговариваешь, говорят наоборот, что, ну кто, вы знаете, кто-нибудь болеет? Ну я вам скажу, болеет очень много, по Ельцовскому району очень много болеет, сегодня большая вспышка, но люди просто не готовы сегодня говорить, что они больны, потому что разные моменты этические, плюс семьи, плюс работа, ну не хотят, наверное, по каким-то причинам. Болеет очень много, и то, что мы с вами оберегались месяц-полтора, это было начало, к сожалению, сегодня надо оберегаться еще сильнее, потому что сегодня самый пик, наверное, идет у нас по району Ельцова, города именно. Ну Петропавловск, само собой, и врачи, само собой, почему это произошло, это не мне судить, хотя есть моменты, которые мы все с вами понимаем, что нужно было делать, и что нужно сегодня делать. Но я хотел бы рассказать о своей болезни, как она у меня началась, и как она проходит, и чем я лечусь, и как я лечусь. Вот, чтобы не было разговоров и мыслей, ну всяких там домыслов. 21 числа я почувствовал першение в горле 22-го, ну день не помню точно, и после этого где-то у меня 22-го вечера, даже нет, 23-го утра у меня была температура уже. Была температура небольшая, першение в горле 37,1-37,2. Как бы не думаешь, ну вроде ничего, и не должно быть. Тем более я из тех, которые очень предохранялся в этом плане, и перчатки, и спиртовал руки, и маска, и маску спиртовал, и в машину садился, и водитель ездил, и я ездил за рулем, я после него даже вот за руль, когда я сажусь, ну бывает там водитель куда-то ушел или еще что-то, я проезжаю там на машине на служебной, спиртовал все, и все равно из-за контакта, видать, с людьми, вот, из-за контакта с людьми, где-то люди приходят и жалуются, обращаться к нам, конечно, в Думу часто очень много людей приходит, ну и видать где-то все равно на дыхании, наверное, поймал, хотя вроде в маске был все время. Вот, ну и дальше вернемся, значит, то, что температура была небольшая, казалось бы, ничего страшного нет, но потом она поднялась с 23-24 до 37-8, вот, это был самый большой подъем, больше у меня подъема не было, я ее, как все люди нормальные, обычные, выпил парацетамол и думал, все пройдет. Парацетамол выпил, температуру сбил, но першение в горле и боль в горле легкая, глотать было нормально, просто какое-то непонятное ощущение такое, неприятное, но все это знают, кто болел гриппом. В принципе, тот же самый. И я начал лечиться, и где-то, наверное, дня через два у меня температура стабилизировалась, 37,1-37,2, днем 36 даже бывало, я начал лечение. А лечение я хотел бы рассказать чуть позже. Я что сделать начал? Я, ну и где-то, наверное, понедельник утром я подумал, что надо сдать тест, потому что, скорее всего, это коронавирус, потому что гриппами я болею очень редко, то есть практически не болею, может, за всю жизнь я болел там 2-3 раза или 4, может, ну не помню даже. Вот, то есть есть люди болеют часто, я не часто. И я подумал, надо сдать тест. Но, что касается тестов, не так все это просто, как просто я пошел сдал тест, говорят. Особенно сейчас, наверное, еще сложнее, это было 10 дней назад, только начиналось, сегодня уже вижу прям вот по звонкам, очень большой наплыв больных, конечно, серьезно идет, идет пандемия, так назовем. Вот, и я поехал в Елизово поликлинику, записался, позвонил, что мне нужно знать тест, сказал, что у меня температура, и меня определили, вот за поликлиникой в Елизово, видите, машина стоит, там с 8.30 начинают брать тесты. Все вежливо, все культурно, все в масках, в халатах, взяли тест, и уже через три дня в пятницу у меня был тест готов. То есть во вторник 26-го я сдал, и в пятницу у меня был тест готов. Тест показал, естественно, коронавирус, что я, в принципе, 50 на 50-е ожидал. Вот, потому что иллюзий сегодня нету, и ее не болеть гриппом, ну, как-то нереально, особенно мне. Вот, и что, ну, я на этом фоне, когда я уже начал с 21-го, 22-го, я уже начал принимать лекарства. Я позже, еще раз повторюсь, все расскажу, что я принимал. Вот, когда показал тест, это было, получается, пятница, я эти два-три дня выходных тоже усиленно лечился. Ну, никуда не выходил, понятно, живем мы вдвоем, женой вдвоем в доме. Дети у нас, как бы, уже взрослые, все внуки отдельно живут. Вот, и поэтому, как бы, мы тут никого по сторонам не было. Я сразу, с 21-го числа я уже на работу не ходил, это был четверг, я ушел, в пятницу я же до 22-го не пошел. 23-й, 24-й, выходной, ну, это вам понятно. То есть, изолировался уже автоматически, подсознание мне дало, подсказало, что не надо на работу ходить. Хотя, после меня уже на работе и везде, по Ельзову везде пошла, пошли вспышки. И у нас в районной думе, и в КСП, и в 2-й городской КСП, и в администрации района, в спорткомитете тоже была вспышка. Вот, на сегодняшний день я не знаю, в карантине не нахожусь, но много людей. На самом деле болеют. Вот, я пришел в понедельник поехать, вызвал скорую. Началось это у меня все с 6 утра, приехала машина с Петропавловска, забрала меня. Я живу, сейчас я живу в Паратунке, вот, уже 3-й год, 3 года я живу в Паратунке. И приехала с Петропавловска, забрали меня, увезли, повезли меня на КТ. Вот, сперва. Скоро приехал весь запечатанный мужчина, зовут его Юрий, хороший парень. И сказал, что взял у меня на палец, одел у меня прибор, называется пульсоксометр. Вот, и померил мой, моё кислород в крови. И сказал, что он показал 95 на его приборе. Ну, как всегда, у нас медицина не очень оборудованная, оказалось это ошибкой. 95 на приборе, он сказал, что меня сейчас положат. Ну, поехали мы с ним на компьютерный томограф. На компьютерный томограф очередь небольшая была. Мне повезло, потому что с утра, ну, я начал с 6 утра, и в больницу я попал к 11 только. Вот, представьте, сколько мне добираться. Пришлось, потому что я рано. И кто обращается уже в обед и позже, там очередь, и там сложно очень попасть. Еще дольше люди ждут в очереди. Вот, и я пошел на КТ. На КТ тоже была очередь небольшая, я еще раз повторяюсь. И стояли взрослые люди. В основном это были женщины, тяжелые женщины были. Отдышка очень серьезная прям. Стоять все вместе, конечно, это неправильно. Ждут очередь, боятся ее пропустить. Ну, я, короче, это дело посмотрел, вышел на улицу, подождал свою очередь. Меня запустили. Попросили, правда, я пропустил девушку со скорой помощи. Она работает, тоже заболела. Вот, врач. Ну, и потом я по очереди, потому что я был со скорой помощи, с машиной. Меня взяли следующего. Вот, после нее. Я недолго, эта процедура длится. Процедура, кто не знает, компьютерный томограф, это, ну, буквально 5 минут. Разделся до пояса, сделали и ушел. Ну, и поехали мы с нашим Юрой, поехали в больницу первого городскую. Мне повезло опять, что первого городская принимала. Вчера была вторая, а сегодня первая. Потому что мы знаем, что у нас в больнице, конечно, все по-разному работают. Но это всегда так и было. Разная упаковка, комплектовка, точнее, внутри по медицинским приборам и по врачам, по самим, по коллективу. Плюс обеспечение, естественно. Сегодня врачей очень много больных, людей не хватает. Но, тем не менее, мы поехали туда и в больницу. В период покоя меня встретила девушка Аня, вся замаскированная в очках. Сделали мне кровь, взяли, взяли кардиограмму и померили пульсометром пальц мой, кровь. Вот кислород в крови. И, к нашему удивлению, показал показатель 98. Ну, кто не разбирается, я скажу, что если показатель кислорода в крови показывает меньше 95, 93 и ниже, это уже, то есть у вас восприняли легкие. Скорее всего, ну, это в разных болезнях. В этом коронавирусе это, конечно, проявляется этим образом. Эти показатели должны быть не меньше 95, 96, 97, 98, 99 вообще хорошо. Вот, но, так как я уже лечился 9 день, грубо говоря, на вчера, я уже приобрел такой прибор, вот он он, я вам его показываю. Работает он очень просто, засовывается вот сюда палец, нажимается кнопка, и через несколько секунд высвечиваются показания. Вот, смотрим. 97, 98, да, сейчас 97, ну, 98, 96 бывает, там, он прыгает, но 98, он там 97 останавливается, основанно. Да, о, 97, 97, да. Вот, 97, вот это у меня сейчас показывает. Ну, и вчера он также показал там 98 моим прибором, и девушка говорит, ну, это хорошо, что такое это. Ну, и, короче, подождал я в приемном покое анализы все, спустилась в врач, увежливо все, никакой там ругань, суеты, конечно, им тяжело, понятно, они все в очках, все замурованные, сложно им писать, направление все, и мне приняло врач решение заведующая, я так понимаю, наверное, первой в городской больнице, что мне не надо класть, потому что у меня воспаления легких пока нет, а у меня уже 11 день, сегодня 12, я болею уже. И назначили мне, в принципе, добавили к моему лечению еще один препарат, и сказали наблюдаться и смотреться, потому что у меня пока по данному дню, вот сегодня, коронавирус проходит в легкой форме. Вот, многие наши работники и руководители, которые не хотят, видать, чтобы и знали, что они болеют, фамилии тоже назвать не буду, они лежат, вот у меня знакомых двое руководителей лежит в больнице с воспалением легких, очень тяжело лечится, сложно очень. Вот, прибор такой рекомендую, кстати, купить, я его заказал, он стоит, они разные, от 5 до 7 тысяч, вот такие, очень не надо, там дорогие есть, они сильно задуманные, это простой, все, вам больше в нем ничего не надо, он показывает пульсы, показывает кислород в крови, потому что люди есть сменительные очень, и грудь заболела, или что-то заболело, они начинают думать, у меня тоже коронавирус, но вот померили и успокоились, плюс температура, вот. Ну и, короче, закончить, что? Мне выпасили вот это лечение, и отпустили, в принципе, на скорой, меня обратно увезли домой. Сегодня на 12-й день ко мне пришли, еще взяли тест, вот, и я не знаю, ну, чувствую я себя неплохо, температуры у меня вроде бы уже, вот я два дня наблюдаю, нету, 36,9, 36,8, то есть нормальная температура, пульсометр пока хорошо, поэтому вроде пока течение проходит, и лечение самого болезни проходит в мягкой форме, вот. Хотелось бы, конечно, сказать врачам большое спасибо, которые занимались тоже и мною, время уделили они мне много, а на самом деле, как бы, ну и спасибо, что я, конечно, не лег в больницу-то. А то положили бы меня в больницу, в палату, где с воспринением легких лежат, восприняли легких, такая штука, она может просто передаваться друг другу, вот, и еще хуже было бы, может быть, и правильно они решение приняли, хотя места в больнице были, мне предложили, если, пожалуйста, ну вам не обязательно. Я говорю, нет, конечно, не надо, потому что я тоже имею медицинское образование немного, и я понимаю, что это не то. Вот, я не лег. Вот, ну, теперь вы, как бы, все знаете, что болезнь бывает и так, и так проходит. Вот, ну, чем раньше ее начинать, предупреждать, лучше предупредить, конечно, вот, еще раз обращаюсь, надо все равно стараться больше изолироваться, больше уделять внимание рукам, мыть кипяток, дети, смотрю, вот по Елизову, детские площадки, все забито, все, конечно, это меня очень пугает, я не знаю, что у нас будет в Елизово дальше, надо или какие-то, вот, если меня сейчас видит, наверное, Сергей Николаевич Тюлькин, это глава района, я думаю, что надо все-таки какие-то меры самим нам принимать, такие были какие-то ужесточенные, хотя люди, конечно, тяжело это воспринимают, но, может, вот, мое видео увидят, может, еще кто-то, вот, кстати, если ребята кто-то, пожалуйста, мне вот, на Фейсбуке я сейчас выложу это видео, и на сайте нашей Думы, может, кто-то там, если кто-то болеет, можете обращаться ко мне, вот, мы будем как-то общаться с вами и рассказывать людям, кто готов рассказывать людям, что болезнь это есть, что она очень опасна, и что многие сегодня болеют этой болезнью. Ну, что еще? Я, ну, попозже я, наверное, расскажу, я, наверное, за раз не буду много нагружать наших журналистов и всех, кто смотрит меня сегодня. Давайте, если я посмотрю, если очень много будет интересных, я имею в виду обратных связей, то есть, то я, наверное, вам на следующий раз, может быть, даже завтра, тоже, тоже, смотрю, 14 минут разговариваю, вроде бы немножко, что-то будут какие-то вопросы, я на них отвечу, наверное, плюс, кого-то это что-то интересует, потому что я не могу сразу все охватить, вот, если журналист, он вот вопросы задавать может, а я сам себе, я не могу их задавать. Для меня это все понятно, вроде бы. Я, наверное, все-таки расскажу, чем лечиться, вот, как я пролечился. Есть такая врач замечательная, Рябцева Елена Ивановна, вот, в Елизово, детский врач. Она врач, с кем она сейчас работает, не важно, она врач. Вот, и она, вот мы с ней вместе, вместе с ней проводили это лечение. Советовались, как бы, я немножко образован в этом, ну, и она, естественно, как врач, мой главный консультант. Спасибо ей большое. Каждый день, представьте, ей звонит я, и мне отказать вроде неудобно, я все понимаю, и вот мы, я ей надоедаю. Ну, спасибо, еще раз говорю. 20 раз надо сказать всем спасибо. И врачам 1-го городской больницы надо сказать спасибо. Вот, и говорю. Потому что там, что там творится, конечно, там у них война. Там идет фронт, который мы с вами не видим. Настоящий фронт борьбы за выживание. Ну, мы, погуляя по паркам, ходим, походя по улице, проходя мимо, мы не видим этого, ничего не знаем, и не верят многие. Очень жаль, поверьте, это есть сегодня, и война идет. Ну, наверное, заканчивать буду, и что, если будут, как я вернусь, если будут вопросы, если даже не будет, вопросы я просто еще отвечу, наверное, какие-то есть, кто-то спросит, а вот у меня так, а мне бы как бы. Вот, я из своих соображений, вот, которые вот я лечусь, я хочу, наверное, завтра показать, чем я лечусь с первого дня. То есть, когда уже коронавирус, когда ты уже болеешь, ну, я не врач, не буду на себя брать такую ответственность, а профилактически, что если цепанули только, вот, почувствовали, что пошло нос, пошла носоглотка, температура 37, я вот свой курс расскажу, как я выскочил из тяжелой, наверное, ситуации. Потому что сегодня 12-й день, и я думаю, и врачи так думают, но я надеюсь, что я выскочу вот так же бессимптомно, назовем так, вот видите, я абсолютно здоровый человек, как бы не лежу, и не дышу, ни от дышки нет, ничего нет. Я расскажу и покажу, у меня все вот есть передо мной, чем я начал с первого дня лечиться. И рекомендую даже, если кто-то первый признак есть бессимптомный, бессимптомный и начинать так, а потом уже вы сдадите тест, потом, то дело в чем происходит, пока вы заболели, проходит несколько дней, а вирус уже в вас. Проходит несколько дней, пока вы сдаёте тест, тест вам сразу никто не делает, минимум 2-3 дня, у некоторых по 5-7 дней тест ждут. И пока вы ждёте, болезнь уже пошла. Поэтому нужно было, как вот я начал, только первый день у меня симптом, я сразу начал пить лекарства. Вирусные, противовирусные, добавил ещё кое-что, но тут целое надо вам рассказать, последовательность и по дням. Ну, что, друзья, спасибо всем, кто не поленился, меня выслушали. Теперь вы знаете, что и председатель Думы болеет, он такой же человек, как и все, и все другие болеют так же, как и все. Поэтому я вам желаю не болеть, пропустить эту болезнь. И именно сегодня, вот сегодня, вот надо просто, сегодняшние дни, недели две, надо просто куда-то спрятаться, потому что эпидемия сильнейшая идёт. Вот, она сильнейшая, и очень много людей заражаются, и заражённых сегодня, они об этом даже многие не знают. Тесты, да, берут много, но не успевают их обрабатывать, пока обрабатывают, люди заражают других людей. Всё, спасибо всем за внимание. Андрей Шергальдин, связи. До завтра.